короче у нас все пошло не по плану мы хотели естественно открываешь двери как этот как у экзибита типа добро пожаловать в мою хату но сегодня наш ребенок решил проснуться вот минуту назад поэтому мы не могли этого сделать никак физически поэтому давайте вам сейчас быстренько покажу ну что-то типа рум-тура потому что в отличие от федоса ко мне не приходит вроде на медиа чтобы все показать давайте я покажу то от чего кайфанут абсолютно абсолютно все вратарь скорее всего да да там мой перчаточный рай перчатки которыми матерюху подогнал до сих пор друг другу прилипают это сэмпл я в нем несколько раз был на тренировках ну вроде неплохой у нас латекс я думаю все их видели на игре владимировича это знаменитая клеенка которая очень кстати плохо собрала на ютубе если вдруг не смотрели смотрите а это кстати говоря вот это это первые перчатки спайр которые пришли вот они сейчас такого вот состояния я не могу их выбросить у меня рука не поднимается и вот тоже собственно что тут у меня а даже нет боя самые 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 первые образцы я сохраню в коробке это меня попросил дизайнер сказал он говорит обязательно сохрани это потому что нифига себе там самый-самый первые перчатки спайр это майка юрий ладыгина а это боков дани сска полмирс понятно кто мне это подогнал естественно легендарная маечка сашка белинов и за очень долгое время заранее собрал что нам рано выезжать единственное что у меня осталось перчатки и бутсы это уже из новой партии кстати сегодня вообще гениальный день для съемки потому что мы сейчас едем к игорь акинфееву на базу на сборы отдать перчатки потом поедем на вратарский фестиваль куфина и оттуда сразу же на игру мне кажется там насыщенная настолько насыщенная суббота просто гениально для ролика ты наш конечно напугается напугаешься привет не нравится тебе не нравится моя хорошая моя утренняя обязанность подгузники люди все хорошо по порядку по порядку что же мы берем короткую паузу на то чтобы я поменял ребенку подгузник приглянул момент когда федя с натка разговаривали по поводу порядка мне кажется все у кого и здесь сейчас заметили какой-то бы идеальный порядок уверен у всех с детьми так всегда ты хочешь чтобы я тебя похвалила отдельно за то что ты встал на 2 часа раньше я просто смеюсь на то те что мы такие типа знаешь дома с ребенком всегда же очень чистое наши шкафы если открыть оттуда все вы у меня вот так вот просто но я так мир вкусно тебе так да не очень судя по лицу эту эту по сравнению с остальными хотя бы сладенькая очень вкусно мир приятного аппетита прикинь со вчера собирался и все равно забыл как забыл сказать что наш надежный партнер фонбет забыл совсем 2000 рублей фрибета по промокоду дженки при регистрации в мобильном приложении по ссылке в описании когда вы это делаете вы говорите нам таким образом спасибо за контент сами получаете фрибет 2000 рублей играете не рискуете потому что ставки это развлечение фонбет надежный партнер наш сборная россии фонбет кубка россии цска надежный партнер а мы сейчас как раз где его едем как я мог забыть об этом сказать а с вчера собирался сказать скажу сейчас ссылка в описании обязательно переходите так как я по-прежнему не фидос и родина медиа не берет интервью я буду сам отвечать на вопросы которые вы мне задавали как раз пока мы едем по дороге первый вопрос здесь если бы была возможность изменить один момент в жизни то чтобы это было сколько раз я думал про то как жаль что я не запустил свой бренд перчаток например там в 2020 году наверное не нужно было наверное буду не готов к верно все было бы не так единственное чего я бы наверное чуть раньше бы подал на патент спайр и тогда чуть все быстрее бы пошло это да это было бы полезно наверное в плане как минимум того что у нас сейчас уже было бы там больше модели сделано вот к этой штуке я бы наверное вернулся а все остальное в жизни складывается так как наверное оно и должно было складываться уже ответил на вопрос еду и такой думаю блин что-то поменять да как мы сейчас едем к игорю акинфееву отдать перчатки моего бренда в котором он играет а после этого мы поедем на фестиваль где там нас будут ждать ребята меня знают там ребята ждут и как бы им классно провести со мной время в том числе ну естественно что большая программа все дела но как бы в том числе есть летную а потом мы поедем играть футбол в лужниках играть в футбол на главном стадионе страны ну то есть мы будем играть на большой спортивной арене до матч за третье место да мы слетели в полуфинале да еще после этого два или три дня отходил если честно вот это один из самых психологически наверное тяжелых вылетов которые у меня когда-либо был как факт мы сейчас просто поедем в лужники играть футбол да как я вообще хотеть могу в жизни что-то поменять если учесть что а утром я проснулся у меня вот тут вот рядом лежит потрясающий маленький человек а прямо рядом с ней еще и моя жена которых я очень люблю и это все это в моей квартире я ничего не хочу меня реально ну вот там может быть чтобы внешние обстоятельства поменьше на мою жизнь влияли вот это я бы очень хотел гадалки не ходи нас тормознуть но просто я с тех пор как купил эту машину и если я вижу полицию я знаю что меня скорее всего остановит на солярисе я проезжал как невидимка вообще через все слушайте кстати забавно я вспомнил еще про знак сказал я мусор выносил а раньше когда я еще играл в лфл у нас пацаны какой-то момент просто пошутили про то что жек ты вчера мусор вынес и мы просрали короче больше мусор никогда не вас и бы реально несколько лет играл этой команде и каждый раз но я что-то с мамой жил мама такая вынеси мусор это мама у меня игра я мусор выносить не и реально ну и типа мы все равно проигрывали естественно очень смешно что мы такой привет и себе завели вообще хер знает откуда да да я хочу я хочу 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 на руках походить не не футбол же играть хотят тебя спросить у тебя одежда обычная м-ка или элька м-ка м-ка хочу тебе подарить шортики и футболочку нашу лично подарки да вот так подойти прямо ставлю тут здесь все твое все хорошо с ним все дает отлично все это дай не отвлекая больше если его спасибо родилась мира и я в тот же год как раз вот плюс минус решил что я больше хочу быть тренером чем играть в футбол и именно денис куфин был тем человеком который сказал мне такую фразу типа слушай я просто хочу тебе напомнить что тебя параллельно два youtube канала команда магазин и еще вот как бы тебя там жена беременность сейчас вот-вот родит этот был и то что у тебя совершенно нет какого-то там желание играть тебя не хватает физических и моральных сил это нормально вообще хотелось бы отметить конечно что денис владимирович куфин это один из лучших тренеров вратарей с которыми я когда-либо в жизни пересекался и он делает этот фестиваль не зарабатывая ничего добрый день доставка доставка улыбок здравствуйте это оператор да получается нет 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 и что привет отличные перчатки спасибо привет тихо тихо не падай не хочу есть уйди хватит заботиться у меня лучшие дети они заботятся обо мне сложно сложный вопрос вроде с одной стороны хочется ну проиграть чемпионом тогда уж с другой стороны как бы как будто третий раз и выиграть будет для нас уже очень тяжело именно для нас это не фотограф это мой оператор у тебя нет камеры правильно я понимаю отлично друг куда смотреть кто читал фил найт продавец обуви вот он также свое время свои кроссовки продавал тоже с вы прямо с фургона на этот на тренировках по бегу просто вот так вот так же все у него уходило я клянусь я думал внутри человека подойдет что-нибудь спросит может быть кто-нибудь что-нибудь купит у меня смели просто все осталось три пары это потому что просто на них не нашлось именно размер это был большой больше чем надо мы сейчас формируем заказы завтра повезем опять фестиваль перчатки я умудрился продать даже футболку шортами которые у меня лежали это настолько дает какой-то импульс расти делать больше вкладывать больше развиваться это же уже даже не про деньги деньги это только мерило того что мы делаем что-то адекватное здесь речь про то что люди вот так вот воспринимают этот продукт они просто встали больше просто встали в очередь я я вообще не ожидал типа ко мне приезжал курьер если бы я знал я бы три раза больше пар заказал это просто сумасшествие спасибо вам что вы у нас такие клиенты реально это ну это просто потрясающе я очень счастлив сейчас я еду на главный стадион страны играть футбол главный стадион страны хотел ли я бы что-нибудь поменять если только внешние обстоятельства которые не под контроль а в остальном я делаю точно все всем привет всем привет михалыч как тут классно лужники это был именно вот по трибунке когда мы с кака снимали в 2018 году меня тогда на поле не пустили потому что вратарь испортит поле антидас глобал забыли тогда бутсы для кака я считаю это потрясающе о майки развесили подсними как майка моя висит все мои достижения в футболе здесь кто не на поле тот не профи лужники лужники но это же вообще с ума сойти как можно вообще по-другому реагировать на того что мы будем играть в тех воротах игорь кенфеев ровно пять лет назад отбил тот самый пенальти от испанцев я щас ему кругляр запишу игорь владимирович вот ровно в тех воротах 5 лет назад ты заставил меня орать на весь ресторан и когда тренировался с шм периодически чаша была открыта бса мы сюда заходили и я заходил вот так вот наверх смотрел и думал 80 тысяч человек смотрят на тебя и в унисон кричат имя это же охренеть вау вау а сколько хороший предсказуемый нормальный не рандомный сейчас конечно польют он будет чуть более мокрый но в целом хорошо все но поляна высокая и очень узкой кажется самое главное перед игрой дать барзалю комфорт не перезарядить его не не помешать ему как-то прям и всегда пытаюсь поймать эту грань когда и когда жека играл и когда вот федя играет то что жека опытный вратарь более опытный чем федя больше поигравший и ну как правильно многие замечают в комментариях ну ему наверняка тяжело со мной работать как с тренером потому что вряд ли у меня воспринимают как сильный авторитет ну и это нормально я понимаю прекрасно но с другой стороны я к этому привык потому что мне 29 лет и у меня типа 10 сотрудников сейчас подчинение я привык что люди работают на меня порой бывает старше меня это некомфортно там но меня это не особо волнует они мои сотрудники и здесь также по сути братари мои ученики и неважно опытный я или они но главное всегда подобрать вот эту тонкую нить подготовки к матчу чтобы реально не перезарядить то что атмосфера она прям вот располагает к тому чтобы ну как это сказать перенастроиться что ли ну круто конечно в нуждяках большая спортивная круто во мне радуется ребенок который хотел здесь играть но никогда бы сюда не попал он знает это как ты делаешь это каждый раз сепсхана я столько нервничаю я нервничаю потому что я очень счастлив пацаны я постараюсь быть очень краток но я очень счастлив я не знаю как вы но каждый раз детстве когда я заходил на эту арену я смотрел и думал господи вот бы хоть как-нибудь здесь сыграть хоть как-нибудь я каждую секунду счастлив и я не знаю я понимаю что предыдущие матчи могли просто высосать из вас все эмоции вы отдали всех себя каждый из вас каждый кто был на скамейке каждый кто был на поле тренеры весь наш стат все отдали всех себя пацаны я знаю это точно вам сейчас тяжело но мы же хотим кайфануть не только здесь но и там и где-нибудь потом с пивком да хотим да пацаны я уверен что мне даже не надо говорить что вам надо добегать за каждым мячом да немецким я знаю что каждый с ним хочет что мы сегодня выиграли да а мы хотим почему мы хотим потому что мы а как бы там ни казалось это есть и часто очень тяжело говорит речь очень тяжело я прям нервничал и до сих пор меня трясет Очень хочется выиграть. Гусь в воротах, он в моих перчатках. Он сейчас поймал напертво, и я такой вроде рад, а вроде это враг. Вроде все под контролем, а я так нервничаю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мне очень нравится, как Мэй играет. Мы же классно играем. Почему мы не можем довести атаку до конца? Я не знаю. Десять минут, ноль ударов по воротам. Очередной матч, в котором Фидосу важно держать тонус. И это очень трудно. Это очень трудно. ГОМА! ГОМА! Эти десятки, что там сайт, mad & stone. А я смотрю, что-то никто особо не радуется. Нет ощущения, что кричать как будто лень. Как будто мы каждый день в дужниках играем, а. Вперёд, up-gall! Вот это уже получше, давайте, 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 давайте. Переверем, вальч. Сейчас очень опасно было, если честно, чуть бы мяч опустился пониже, галешник, при чем галешник. Хорошая игра, все время, все время сваливается в какое-то дерьмо. Я не понимаю, что это такое, правда, не понимаю. Всё-всё-всё, парни, сориться нахуй не надо, эй! Пацаны, расставляйтесь, давайте не разговаривать! Расставляйтесь, блядь! Пацаны, вальч, блядь! Пацаны! 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 Самую, самую, самую. Ещё, 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 ещё. Атакуй, атакуй, атакуй. Дай подышать, Федь. Мне уже после этих игр в МФЛ, мне отпуск нужен в санатории. Причём санаторий такой, вот прям, куда с сердечными направляют вот этими заболеваниями. В Кисловодск, да, вот это вот, пить воду целебную, лечиться в источниках. Я, если честно, в купиле, меня не хватает. Правильное решение, Федь, умница. Правильное решение, правильно. Чуть засомневался. Только ты принимаешь решение, только ты ответственность несёшь. Всё правильно, это правильное решение. Умница. У меня настроение хуже, чем после того, после матча с дротами. Было так здорово всё, а сейчас это, как-то прям, пустота какая-то. Я не понимаю, что это такое. У меня вообще нет ни сил, ни эмоций. Я всё до игры думал, что если матч сложится хорошо, удачно, в нашу пользу, типа, там, 2-3-0, я бы вышел минуты на 3. Просто почувствовать, просто побыть в этой атмосфере. Сейчас я даже не знаю, откуда взять какую-то вообще эмоцию на то, чтобы выйти. Если даже всё будет в итоге хорошо, сейчас там мы забьём. Я реально не знаю, откуда это черпать, потому что у меня даже на разминке сил нет. Я не понимаю, что это такое. Сейчас самое главное, онлайн себя держи, прям вот в п***. Мы, по идее, сейчас должны давить, мы должны давить, у нас силы есть. Ума не надо. Эмоций нет, ты говоришь? Нет, да. Не поли! Федя, сними в темпе, сними, сними, сними! Давай, Мара, Мара, давай! Да, блядь! Да, да, еб... Давай, блядь! Да, сука, да! Да, еб... Голы, блядь, пошли! Наконец-то! Это лучший рывок в моей жизни. Ну, наконец-то, гол. Не можем мы играть в свою игру, чтобы спокойно все было и все. Главное, чтобы мы сейчас концентрацию не теряли Отворот, отворот Подыши, Федь Давайте, пацаны, давайте, давайте Садиться нельзя Проши, мать Горишь, Кузя? Да, пацаны, я согласен Сколько раз мы отрабатывали расстановку от Кузи В центре уже должен быть игрок Идет туда пас, они еще гонят на него Браво, Феденька, умничка мой Браво, Федя С земли, с земли, дорогой С земли, конечно, с земли Хорошая длина Хорошая длина Хочу говорить, надо держаться Мы должны гол забивать Судья, 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 фанат Тудроц Я проиграл вашим бою Карточный гол мне вот есть Базару нет А, желто-карточный Хорош, Кузенька, хорош, Кузенька Хорош, 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 Толя Давайте, пацаны Вот я бы сейчас Будь я на поле В воротах, в смысле, естественно Я бы уже побежал в центр поля Пацанов взбадривать Не могу, у меня уже прям горит Пердак Жестко Я не могу, у меня прям горит Мне хочется их завести Подойти к каждому Давай, бля Спокойно, спокойно, не торопись Аккуратно, справа, аккуратно Я здесь чувствую себя Как в фильме Яшин Когда он за Хомичем вот так вот повторял Стоял Вот так вот стоял И прям повторял стойку Чувствую себя так же Эмоционально я чувствую себя вот прям Вот на той линии Давайте, пацаны, забейте еще Пожалуйста, гол Он гандон А он не гандон, он джюниор Он что, с ума сошел? Да Можно сказать, что так и хотел, да Федя, расставляй, Федос, расставляй Их фол Хорош Федя, аккуратно сзади Не балуйся Земля, 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 земли Земли Я бы Я бы сбрасывал на землю Это плюс 4-5 секунд И мяч с земли все равно летит низом Плассирующийся, сильнее Не знаю, как у вас Можете писать в комментариях У меня с лету гораздо хуже вынос получается, чем с земли Я земли бью дальше Как-то точнее, не знаю Короче, мне вообще не нравится с лету выбивать Вообще не нравится Вот сейчас был неправильный подсказ Не первый Кузя, а один Кузя Потому что он один Можно было принять спокойно А он в итоге выбил Вот важно правильно подбирать слово для подсказа И мы все кричим, когда идет подача Первый мяч Иногда нам не нужен первый мяч Вот идет длина, ты видишь, что человеку заспану Можно крикнуть второй мяч Подсказ должен быть точечный Он должен помогать Братарь-дирижер А, когда мы минус один играли бы Нет, ну все правильно Нет, неправильно, все Они враги Нет друзей, есть враги В очко у меня целый угас Я вроде сейчас с охраны пожал Да Раз, позицию Да, да, да Штангу потрогал Федь, Федь, а почему, слышь Они, смотри, они все вышли, да Сбросили на землю Просто мне кажется, самое время потренировать двойник Мне кажется, Федь, отличное время для отжиманий Ну, отжимайся Вопросов нет Все, достаточно, а то еще накачаюсь, не дай бог Федосик, давай, держи в тонусе своих Держи, держи их в тонусе Да, это правильный подсказ Пацаны, давай, не расслабляйтесь Не выключайтесь, пацаны, давай Чувствую, сейчас забьем и все будет хорошо Выйду на пять секунд До ворот дойду и свистну Подожди, да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, во втором тайме хоть чуть-чуть заиграл А во всем мучение, конечно, блядь Чего-то радости нету, да? Да, конечно Вы что, проиграли, да? Да, я думаю, да, я порадовался Я просто забей беги с детства Ну, ладно, хоть это выиграли, хорошо, блядь Слава богу Слава богу, реально Ну, вымучили, просто отмучились Я даже видел, что ты такой На секунду идешь подальше, что ты такой Ну, ладно, вот ты была Но тех нет, я всех хотел ловить сразу И они такие с отскоком, такие любые А вам спасибо, что смотрите Надеюсь, что смотрите Пишите в комментариях, прикольно ли вам 24 часа Давайте добавим, что Я видел комменты про это 10 тысяч лайков, и я сделаю день глазами Главного фаната Амкала заводила наши трибуны Валера Поставите, я сделаю На этом все Вас очень крепко обнимаю Мы в Кубке России И у нас бронза МФЛ Все не так плохо Будет лучше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!